всем железный привет с вами техническая среда я ведущий геннадий емелькин сегодняшний обзор посвящен диагностике автомобильного генератора для работы я подобрал тут кое-какой инструмент для проверки его работоспособности бутылка с водой это тоже является у нас инструмент для диагностики генератора в качестве наглядного пособия я взял наиболее распространенный на сегодняшний момент автомобильный генератор это генератор компании bosch вот так выглядит сегодня современный автомобильный генератор на протяжении последних нескольких десятилетий его конструкция принципиально не изменилась конечно постоянно совершенствуется но визуально это особо незаметно мне по-прежнему есть передняя крышка задняя крышка корпус статор ротор вал ротора шкив привода генератора часто в этих шкивах установлена обгонная муфта как в данном случае есть выпрямитель который расположен в задней части реле-регулятор на также щеточный узел вот это его основные компоненты проверка генератора по механической части начинается самых простых вещей мы оцениваем состояние ремня то есть ремень у нас должен быть без выкрашивания трещин должен быть мягкий если мы заметили какие-либо повреждения то естественно моего меняем данном случае у нас сейчас используется автоматический натяжитель у автоматического натяжителя на его неподвижной части есть одна риска а на подвижной 2 и вот на незаведенном двигателе мы проверяем их положение на автомобиле метки на автопрактическом натяжители плохо видны я покажу это на снятом натяжители у меня как раз есть новый образец и вот у нас есть одна метка в виде такой стрелочки и вторая это выступающий такой прилив прямоугольной формы и она должна находиться напротив него в чем плюс такого натяжного устройства автоматическую именно в том что механик не ошибется с натяжением ремня так как он не принимает здесь никакого участия и все возложено на натяжитель есть вариант натяжного устройства без регулировки ремень устанавливается на два шкива набрасывается с помощью соответствующих оправок и все и какая-либо регулировка в процессе эксплуатации не требуется то есть здесь тоже механик не ошибется а меняется ремень очень просто он срезается и все и ставится новый и есть натяжное устройство с помощью регулировочной планки либо натяжного ролика который смещается на механизме натягивая вручную многие боятся перетянуть ремень опасаясь что он быстрее изнашивается быстрее разрушаются подшипники не только генераторы но и других узлов это ошибочное мнение ремень не боится небольшого перетяга естественно в пределах разумного то есть надо знать какое натяжение нам необходимо выставить для этого есть соответствующие указанию руководстве пользователя обычно она дается на самой широкой ветви мы нажимаем рукой на эту широкую ветвь между шкивами усилием около там 10 килограмм сил и ремень должен прогнуться там от 4 до 15 миллиметров в зависимости от модели двигателя но этот вариант допускает некоторые ошибки поэтому не каждый знает там насколько надо нажать где эти 10 килограмм сил поэтому для этого есть простой и довольно таки объективный способ это проверка натяжения с помощью воды то есть мы берем воду и брызгаем на рабочей поверхности шкива тем самым вода она провоцирует проскальзывание если у нас натяжение слабое ремень проскальзывает то есть мы опять подтягиваем ее до тех пор пока не добьемся нормального рабочего состояния ремня вот вариант проверки натяжения ремня с помощью воды вот распылитель направляю на шкив ремня и туда вот брызгаю прям попадаю вот на шкив где он контактирует с ремнем если натяжение слабое то вода провоцирует проскальзывание ремень будет пищать как слышите проскальзывание нет натяжение в норме слабое натяжение оно опаснее что здесь происходит когда у нас ремень слабо натянут он начинает проскальзывать нагреваться разрушаться вот резиновый слой начинает дубить он быстрее выкрашивается подшипники они не нагружены и они вместо того чтобы работать в режиме качения начинают проскальзывать врезать они тоже перегреваются и быстрее разрушаются поэтому лучше ремень немножко перетянуть даже если вы так немножко не поняли как его надо правильно натянуть излишнее слишком большое натяжение вы услышите некоторый гул подшипников ослабить его и все будет нормально если обойма у натяжного ролика металлическая то срок службы у него больше чем у пластмассового активно изнашиваются в условиях запыленного воздуха и у них появляется такая глубокая проточка это естественно тоже снижает натяжение ремня и если вы заметили глубокую такую борозду то его естественно тоже надо менять если при работе двигателя вас волнуют какие-то посторонние шумы то для определения источника неисправности есть хороший такое средство как фонендоскоп заводим двигатель и прикладываем штифт фонендоскопа как можно ближе к подшипнику к передней части к задней части генератора ну и плюс ко всему кроме подшипников генератор в приводе есть натяжной ролик промежуточный есть насос системы охлаждения с помощью этого же фонендоскопа можно послушать и остальные подшипники поэтому не факт что допустим вот есть какой-то посторонний шум а виновата в этом подшипник генератора не исключено что гудят ролики я прикладываю шток фонендоскопа как можно ближе к подшипнику а сначала в районе передней крышки он слышно как работает подшипник задней части аналогичным путем я проверяю натяжной ролик обводной а также насос системы охлаждения если при работающем двигателе мы слышим посторонний писк скрежет всякие лязги при этом натяжение ремня в норме то велик риск что неисправно обгонная муфта она еще проявляет себя тем что активно начинает вибрировать ветвь ремня то есть она сильно вот так вот колеблется как ее проверить муфта прикрыта защитной крышкой я ее снимаю ее можно снять с дернув его пальцами так аккуратненько поддеваем и и так стягиваем все вот я ее отщелкнул то она легко снимается если не получается снять ее усилием пальцев рук то можно подеть ее отверточкой далее надо проверить какой ключ мне нужно взять чтобы провернуть вал для этого я беру зеркальце подвожу к валу и вот так поворачиваю смотрю какой тут крепеж ну в данном случае здесь используется профиль торкс хотя очень много генераторов есть с профилем xzn ну либо тот либо другой в данном случае у меня подходит торкс номер 50 мне надо его вставить вал ротора и провернуть ключиком то есть если муфта у нас исправно то она должна в одну сторону вращаться а в другую нет я кстати сейчас это покажу на снятой муфте у меня есть муфта исправная и неисправная для наглядности я поставил во внутреннюю обойму от головку который удерживает ее от проворота вот я проворачиваю в одну сторону она у меня крутится в другую нет другая в сборе вместе с наружной обоймой проворачивается это демонстрирует пример того что у нас муфта исправно беру неисправную муфту вставляю ключ во внутреннюю обойму и вот пытаясь ее провернуть она заклинила я не могу ее провернуть относительно наружной обойме все она вот не проворачивается и не влево не вправо задача обгонные муфты сглаживать пульсации от неравномерности вращения коленчатого вала двигателя тем самым с муфтой привод служит дольше если вы решите самостоятельно поменять неисправную муфту по то потребуется вот такая головочка она удерживается за внутреннюю обойму вот она зацепляется мы вставляем ключ который в данном случае нас торгс на 50 и отворачиваем а удерживаем эту головку с помощью накидного ключа желательно используется такой прямой ключ он удобный рычаг большой усилие здесь не маленькая более 80 ньютонов на метр бывают генераторы вот с таким сальником то есть вместо защитного колпачка используется сальник который запрессован в наружную обойму муфты как я делал в предыдущем случае со снятием крышки сейчас такой номер не пройдет я не могу ухватиться за вал ротора потому что мне мешает резиновая заглушка повреждать ее не хочу для этого я что делаю я снимаю ремень если этот генератор стоит на двигателе фиксирую пластмассовую допустим там отверткой там или штырем вот крыльчатку от проворачивания и кручу за наружную обойму вот она у меня в одну сторону проворачивается то есть вал ротора сейчас стоит на месте а крутится наружная обойма а в обратную сторону она крутится целиком месте то есть вместе с валом это говорит о том что муфта исправна перехожу к электрической части обычно при включении зажигания у нас в комбинации приборов загорается контрольная лампочка красного цвета символик аккумуляторной батареи при запуске двигателя она сразу гаснет это связь о том что у нас генератор в порядке есть она не гаснет то это повод проверить зарядку для этого мне потребуется мультиметр перевожу его в режим измерения постоянного напряжения проверяя напряжение на клеммах аккумуляторной батареи при заведенном двигателе если у нас система зарядки работает исправно то у нас напряжение должно быть от 13 и 6 до 14 и 4 это где-то среди такой диапазон хотя бывает и напряжение поднимается до 15 вольт это я проверил без нагрузочном варианте теперь мы проверяем генератор под нагрузкой включаем как можно больше потребителей мощных и опять проверяем напряжение оно должно быть практически таким же как и без загрузочном варианте допустим и проверили напряжение и она у нас ниже напряжение зарядки например показывает прежние там 12 и 5 вольт и то не исключено что есть какие-то повреждения проводки либо окисленность контакты такие варианты бывают я проверяю напряжение заряда непосредственно на самом генераторе вот у нее есть вывод я уберу плюсовой щуп суда и на минус и все и смотрю если у нас напряжение правильное то генята в порядке и надо разбираться с проводкой возможно окисленно контакта над их почистить и опять все собрать но не забывайте если вы начинаете все это дело разбирать чистить провод находится под напряжением надо обязательно снимать клемму с аккумуляторной батареи если вы определили что у вас генератор неисправен по электрической части то возможно в этом виноваты щетки регулятор напряжения либо выпрямитель эту работу лучше провести в специализированном сервисе у них есть соответствующие диагностическое оборудование которое позволит протестировать выпрямитель и сделать заключение о его работоспособности если вы убедились что генератор у вас неисправен то его можно отремонтировать либо заменить на восстановленный а также купить новый генератор например фирмы bosch как известного производителя электротехнических изделий на этом у меня все всем спасибо за внимание не забывайте подписываться на наш канал всем удачи и пока 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 пока